Бой с тенью устроил посетитель столовой на улице Комсомольской. Мужчина зашел пообедать, а потом стал вести себя неадекватно. Кричал, размахивал руками. Сотрудники общепита тут же вызвали полицию. В причинах такого поведения разбирался Павел Москвин. Пошмар такой. Что он делал? Ругался матом. Мешал гостям. Они даже были в шоке, у нас все гости разошлись. Кассир Ирина до сих пор под впечатлением от увиденного. Мужчина около получаса вел поединок с воображаемым соперником. Сопровождалось это действие матом и громкими криками. Дрался с кем-то, с умышленным. Камера смахивал, с кем-то он дрался. С тенью получаса. Да, да, да. Очень неофигация себя делала. Впрочем, начиналось все вполне прилично. Мужчина зашел в столовую, взял обед и даже оплатил его. Пришел, купил, покушал. Ему купил на 368 рублей. Я у него купила 368, у меня на 1000. Потом он второй дает. Я говорю, вы мне много даете. Все, он забрался. Нету карту себя. Вообще, такие движения у меня все были. Какую-то мимику он кривил из себя. Вы знаете, наркотическое опьянение или он там? Нет, наркотическое. Он вообще... Видно было наркотическое? Да, конечно. Подозрительного боксера задержали сотрудники Росгвардии. Первым делом Денис спросил, не избил ли его кто. Побоев. Что побоев? Нету меня нигде. Не вижу. Кассир говорит, что вы дрались с тенью. Я не помню. Не помните? По словам Дениса, боя с тенью он не помнит. Единственное, что осталось в памяти мужчины, то, что он пришел в столовую и покушал. Я кушал, там видно, просто с кем-то поругался, я не знаю, как-то резко выразился. И... В итоге Дениса доставили в отдел на улице Красина. Полицейским и медикам предстоит выяснить причину такого странного поведения. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Продолжение следует... Продолжение следует...